Детский сад номер 61 был построен в 1961 году. По проекту в этом здании должно было работать четыре групповые ячейки. Но в 99-м году из-за низкой рождаемости детей в дошкольное образовательное учреждение пришло совсем мало. Приняли решение переоборудовать одну группу под актовый зал и физиокабинет. Сейчас, когда демографическая картина стала намного лучше, возникла необходимость снова вернуть группу. Летом прошлого года было принято решение провести здесь капитальный ремонт. Я думаю, что вы обратили внимание, что ремонт сделан с душой, с очень внимательным подбором красок. И искренне понравился нашим дошколятам, которые первые переступили порог от ремонтированной группы. В группе есть все необходимое. Отдельная спальня с замечательными кроватями и так любимыми двухъярусными кроватями наших дошколят. Замечательная игровая комната, которая полностью укомплектована мебелью и игровым оборудованием. Уже завтра здесь зазвучит смех 28 дошколят, которые ранее не могли попасть в детские сады из-за нехватки мест. А сегодня на открытие групповой ячейки некоторые из них пришли с родителями. Взрослые высоко оценили качественный ремонт, а ребята не удержались и сразу начали играть в новые игрушки. Когда у нас родилась девочка, мы записались сразу в детский сад, встали на очередь. Но вот нам подошло три годика и, к сожалению, нам сказали еще подождать. Но вы знаете, то, что мы увидели, мы не жалеем о том, что мы ждали. Вы знаете, группа действительно очень хорошая, очень удачно сделана. Отдельно кухня, отдельно очень хороший зал со всеми новыми игрушками. Очень понравилась спальня. Хочется отметить еще и то, что в рамках ремонта в детском саду номер 61 удалось сделать и это помещение, в котором сейчас я нахожусь, которое позволит оказывать платные и дополнительные образовательные услуги. Здесь, возможно, будет работать логопед, здесь будут работать педагоги дополнительного образования. То есть, возможности у детского сада расширяются, а интерес у жителей увеличивается. С открытием новой групповой ячейки проблема с очередями для детей трехлетнего возраста решена. Но некоторые мамы хотят вернуться к работе гораздо раньше, чем малыш достигнет этого возраста. На территории городского поселения Кратово есть еще одно дошкольное образовательное учреждение – детский сад номер 861. Детский сад принадлежал департаменту города Москвы, то есть это московский объект. И здесь он обслуживал жителей города Москвы, но которые по тем или иным причинам либо проживали на территории Раменского района, либо отправляли детишек сюда для того, чтобы поддержать их здоровье. Летом на совместном заседании комиссии правительства Москвы и Московской области при поддержке губернатора Московской области и мэра столицы было принято решение передать этот детский сад в муниципальную собственность Раменского района. Есть надежда, что в сентябре следующего года городское поселение Кратово получит еще около 100 мест для дошколят.